Ну что ж, ладно, небольшой перерыв, давайте на этом закончим и вперед, продолжаем проходить по ремблям Три Надежды, сюжетную линию за Эдельгард. Я отвечаю за распределение наших походных приказов, дай мне знать, если ты готов отправиться в бой. Поговорите со стратегом, чтобы отправиться на следующую битву. Вы можете также начать развертывание у врат лагеря или нажав ZR. Так, военная карта, вот такого я что-то не помню в оригинале, хотя нет, стоп, она была, когда мы выиграли задание, стоп, стоп. Просто она тут кажется какой-то более проработанной. Так, на военной карте можно выбрать поле битвы для развертывания. Синие регионы уже схвачены, захвачены. Красные регионы доступны для захвата. Победите в битве, а победа в битве приведет к захвату этого региона и сделает доступными все соседние. Вы также можете снова развернуть войска на территориях, которые уже захватили. На карте войны или военной карте. Это же Total War какой-то. Ну да, мини. Каждая глава Содержит несколько сражений. Главный квест. Финальная битва этой главы. Побочные квесты. Это другие сражения по пути, что встречаются. Добейтесь победы в главном квесте для того, чтобы продвинуться по сюжету. Ну, собственно, кто спрашивал насчет дополнительных квестов? Основные и побочные квесты будут по-разному отображаться на военной карте. Ну, Солар, если там звери, например, то зачистить все. Не, ну слушайте, ну это мне нравится больше, чем в оригинале насчет карты. И то, как мы захваты делаем и так далее. Блин. В этом что-то есть. Так, собственно, наша цель здесь. И нам нужно захватить вот этот и вот этот. И вот этот. Ну, и в результате мы сможем дойти до нашей основной цели. Плюс тут есть вот еще один, который можно захватывать, можно нет. Как бы, с одной стороны, вот такая система дает больше заданий. С другой стороны, нам придется обязательно захватить несколько территорий, прежде чем добраться до финальной. А в оригинале мы сразу могли пойти на финальное задание и все. Потому что вот. Сразу выбрать нельзя. Крепость. Ну что ж, вперед тогда. Маршруты полеты. Маршруты полеты. Проходят над отбрывами и другими непроходимыми местностями. Маршруты полета будут обозначены на карте. И могут быть использованы только летающими классами, такие как рыцари пегасы. И только верхом находясь на пегасе. Да, короче, нам нужен все-таки кто-нибудь на пегасе. Нажмите B, когда окажетесь рядом с маршрутом полетом. И войдите в полет при даче, чтобы автоматически переместиться на другую сторону. Ну да, вот теперь пегасы не особо бесполезные будут. Ну вот, например, тут. Хотя, да, у нас есть два пути. Так, я вижу. Но все равно. Так, ну мы можем развернуть только четыре единицы на карте. Тогда я возьму, собственно, Бельгард. Петру. Монику. Давайте вместо Петры будет Бернадетте. Все же хотят потыкать Бернадетту. Хотя, конечно, все зависит от того, какие у нас враги. А враги у нас лучники. Что там контрит лучников хорошо? Потом что еще есть? Борцы. Так, топоры копейщиков. Так, ну вот, собственно, Моника как раз против лучников хорошо идет. Так, ну вот. Да, кстати, Солар, я думаю, ты это видел? Как я понимаю, но тем не менее. А, это в другом классе, блин. А, да, все-таки это здесь. Да, ты в телевизоре, да, видел. Ты Содельгард. Так, ну, в целом, окей. У нас есть против лучника, вот, ножи Моника. Да, и Бернадетта вижу. Так. Оу, слушайте, начиная с четвертой главы и далее, вы можете использовать раздельный экран для двух игроков во время боя. Факт. Слушайте, а тут еще мультиплеер завезли. Офлайновый, как старый добрый. Которого сейчас очень редко можно встретить в играх. Вспомните последнюю игру со сплитскрином. Блин, вот это клево, жаль, я один. Правда, я могу взять один геймпад в одну руку, другой в другую. Эти куклы, свитч коны. Ну, понятно, короче. Да. Стоп. Сохранюсь на всех случаях. И вперед. Салар, да, может, по идее. Вдруг может слить всех твоих персонажей. Я собираюсь победить. Объединитесь. Мы победим. Конечно, победим. Так. Нужно всех врагов завалить, пока подкрепление не подошло. Эдельгард, сюда. Попробуйте. Сама. 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 О, слушай, тут еще шансы пишут. Так, все, все. Приказы отдано, вперед. Вы должны быть осторожны, мы ничего не сможем сделать с вами, если вы умрете. Ну, ребят, да, если вы играете в классическом режиме, единицы, у кого хп достигнут нуля, начиная с четвертой главы, и дальше умрет навсегда. Будет потерян навсегда. Так, потерянные единицы не будут доступны для развертывания и, собственно, разговоров для прокачки отношений. Продолжение следует... 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 не могу поверить что-то сработало молодец карнадетте сразу защищать мочи дыра тут я сам справлюсь я понимаю почему спожи дельгард ты нравишься госпожей дельгард а то скажите мне что кто-то это видел так отлично все того цель ну со партийцы и танцы сопровождают не ну беру сюда в одиночку я как бы боюсь отправлять вот вместе с эдельгард можно это эдельгард есть чем заняться так но мне тут остался лишь один ну ладно пусть пойдет потом ее догоню я этот бандит не обязательно а то что капитан это не обязательно это другой приказ ну тогда вперед у господи дельгард конечно 6 процентов все девочки вы там разберитесь я пойду в другое место неплохо так дамаг это только начало я так рада что ты на моей стороне этого поспоришь что ты мгновение ока справишься такой как я типа завалишь такую как я без проблем ну бернадетту да мы завали так подкрепление прибылось отстоять так девочки что тут сюда беру разберись с этим осталось не особо много а я тут разберусь план зато больше опыта будет не обязательно у моники проблемы давай беру иди на пункт лену хорошо вырусами сразу пошла на помощь моники красава как а а а а Это все! Это все! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Это все! Иди сюда! 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 Вы сдохли или как? А, я просто бил лежачие трупы, понятно. Нет! Похоже, у вас наконец-то появилась тяжелая битва. Окей, остался последний. Так, стоять! Остальные уже там. Ладно, сделаем по-другому. Оп! Валера! Ты знаешь, куда идти. Давайте за Бернадетту поиграем. Хорош! Это плохо, кто-нибудь помогите. Крепость пала. Так. Что у нас тут? Атаки магии льда могут наложить на врага состояние заморозки. Замороженные единицы не смогут двигаться или атаковать. А, ну это мы знаем. Давай Бернадетту. Давай Бернадетту. стоны напоминают. Да, сами знаете что. Ну это не раз. Да, я это. Стон! Ну это. Какие? Оооо. Ооо! Ооо! Оооо! выиграю ну да ну да короче эти фразы уже идут зависимости от того что происходит на экране ничего сюжетного важного именно сюжетных заданиях нужно на них сконцентрироваться так ну че отлично это поможет мне преодолеть новые границы ну туториал насчет классов которые мы уже все и так знаем возможно вы сможете использовать некоторые навыки боевых артов искусств и магии которые вы изучали и в других классах как только вы освоите один класс переходя к другому классу попробуйте и различные комбинации но мы и про это знаем отлично территория наши 10 стратегических ресурсов так окей посмотрим захваченные района на военной захватывайте района на военной карте чтобы получить ресурсы стратегия ресурсы стратегии необходимы для использования стратегии во время выполнения главного креста каждой главы так любые оставшиеся ресурсы стратегии не переносятся в следующую главу а украинская армия вторглась в бургундию и достигнет грэгмаха течение месяца и и и не имея возможности остановить их продвижение мы должны подготовиться к осаде но и 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 я и Как мы сможем удержать монастырь с таким маленьким количеством людей? Возможно, империя организовала весь этот инцидент, чтобы истощить наши силы. Посмотрите, как тщательно была скрытая информация об этом, и как быстро империя вторглась после объявления войны. Все это кажется тщательно рассчитанным. Я бы не стал пропускать это мимо ушей. И если они приведут войну к нашему порогу, они захотят, чтобы мы оказались в худшем положении всех возможных. Если ситуация обернется против нас, нам, возможно, придется покинуть Грагмах. И это будет наша база новая. Никогда. Эдельгард уже использует Южную Церковь, чтобы подорвать нашу легитимность. А теперь... Им хватало смелости, наглости, попытаться смести нас силой. Так что... Так что... Помогите мне. Я бы сама... Хотела бы насадить на меч свой всю ее армию. Неужели действительно слишком поздно предотвратить кровопролитие госпожа Рея? У Эдельгард должны быть свои причины для этого. Я не знаю. Я не понимаю. Я не знаю. Я не знаю. Как видела. Но... Даже если это так, то они ускользают от меня. Похоже, эта женщина считает само существование нашей церкви нерзостью. Этим не менее, она взяла на себя труд возродить Южную Церковь, что подразумевает, что она не собирается. Уничтожить веру полностью. Возможно, Грагмаг и есть та истинная причина, та истинная награда, которой она жаждет. Или что еще хуже, все это вторжение может быть лишь предвестником завоевания всего Фолдена. Ее цель не имеет значения. Наша задача — защитить монастырь любой ценой. Я дала клятву, я поклялась, что никогда больше не позволю сапогам воров осквернить эту землю. Рео. 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 чтобы получить всевозможные награды типы мест для изучения и награды простое посещение место дает вознаграждение вы должны заплатить чтобы получить награду ваш выбор определяет награду чтобы использовать это место должны быть должны быть выполнены условия чтобы исследовать это место понятно ребят будем стучаться под домами такие что у вас там есть навариться а ну и так гоните сюда да так давайте почитаем граждане которые не пострадали хотят как-то отблагодарить вас да конечно я обязана вам своей жизнью примите это в знак моей благодарности ну ладно настолько жестко но вы поняли да чем мы занимаемся крепость которая была захвачена в предыдущем сражении вы нашли спрятанные сокровища в разрушенной стене да не слушайте вот этот момент мне нравится в оригинале блин он тоже был бы к месту да вообще в целом как тут сделали вот карту просто отлично похоже что жители куда-то сбежали они оставили некоторые полезные предметы так вы заработали награды за исследование захваченных регионов вернитесь в лагерь чтобы получить их а да слушайте эта игра мне все больше и больше начинает нравиться несмотря на то что поначалу какие-то смешанные чувства были вот она наконец-то начала раскрываться после пролога можно тебя на пару слов валера конечно можно моника по правде говоря у нас не хватает рук чтобы помочь армия с мини срочными заданиями задачами мы приглашаем добровольцев но я буду очень признательна если ты тоже поучаствуешь пойди и навести мастера по хозяйству когда закончишь когда захочешь стать волонтером чистить сортиру ну по сути да так я ищу добровольцев для помощи по всему лагеря мы все должны внести свой вклад чтобы сделать жизнь здесь как можно более приятной так волонтерство вы можете стать добровольцем волонтером в лагере вместе с двумя союзниками ага чтобы повысить очки поддержки и моральный дух о слушать а вот это уже хорошо существует много различных волонтерских заданий и у ваших союзников есть свои сильные и слабые стороны в их выполнении а салар ну чистить конюшни ну по сути ты угадал да и сортиры скорее всего тоже так выберете волонтерские задания для которых идеально подходят ваши союзники и вы скорее всего получите более высокий ранг и в свою очередь больше очков поддержки из всех видов деятельности волонтерства а не стоп из всех видов деятельности волонтерства позволяет союзникам помимо вас самих получать наибольшее количество очков поддержки друг с другом в награду вы получите известность и подарочные предметы если достигнете самого высокого ранга так ребят чем займемся уход за лошадьми и а а а управление ну скорее организация работы по кладовке короче разобраться с кладовкой там Так, обслуживание снаряжения, упорядочить документы, организация документов, короче, так легче все-таки. Так, ну, с кем я хочу прокачать отношения в первую очередь? С Эдельгард и Моникой, и Бернадеттой, и всеми остальными тоже, но в первую очередь с ним, так что давайте с документами разберемся. О, тут, слушайте, нам сразу говорят, сколько очков мы получим. Так, ну что ж, Эдельтиан. И Берутян. Салар, ну, кстати, да, нужно еще подумать, кого... Да нет, давайте на рандоме, как обычно. Будем тыкать все подряд, что получится, то получится в итоге. Ну, я рассчитываю на вас двоих. О, господи. Предоставь это мне. Берру, вам действительно для этого нужна? Вы уверены? Да. Да, ну, у Роковы все это дело убрали. Все сделали по-другому. Нормально. Вилден, ну а че? Она же сама сейчас выступает, типа, за равенство и тому подобное. Салар, ты же понимаешь, что все возможные сценки, наверное, все-таки невозможно увидеть. Потому что там комбинации есть, хотя зависит от того, будет ли еще суппортийцы или нет, но все равно их много. Так. Взаимодействуя, даря подарки, вы можете повысить моральный дух союзников. Чем больше заполняется шкала морали, тем больше урона они наносят врагам. Ага, если хп достигнет нуля во время сражений, их мораль упадет на один уровень. Ну, вообще-то они еще умрут, но ладно. Переходя к следующей главе, вы вернете моральный дух на исходное состояние. Ну, собственно, известность мы можем потратить в личном, в личных покоях. Ну, как и в оригинале. Я вижу, вы все закончили. Спасибо большое. Наверняка вы устали после этой работы. Почему бы не сделать перерыв? В столовой. О! В таком случае, позволь мне сопроводить тебя. Я и сам чувствую себя довольно голодным. Кстати, ребят, да, пора заканчивать. Ты уже долгое время являешься наемником, неверно? Есть ли у тебя какие-то особые предпочтения, когда дело доходит до армейской иды? Сказать, что обычно вы сами готовите себе еду. Ну, обычно я сам готовлю себе еду, так что... Фу, как очаровательно. Я обязательно должен попробовать... Одну из ваших кулинарных творений. Не волнуйся. В армии есть ингредиенты, которые ты можешь использовать. Здесь мы обеспечиваем едой всех, кто служит в армии. Не стесняйся приносить ингредиенты и готовить свои собственные блюда. Столовые вы можете готовить для своих союзников. Есть вместе с ними. Вы можете увеличить количество доступных блюд с помощью эффекта объекта. И приобретения рецептов. Так, каждое блюдо сопровождается уникальным эффектом еды. Эффекты еды. Действуют на всех союзников. Действуют до конца нынешней главы. Складываются с другими эффектами еды. О! Хорошо. Вы можете выбрать двух компаньонов для трапезы. Их моральный дух и очки поддержки увеличатся. У ваших союзников есть свои предпочтения. В идее подавать им любимые блюда. Для того, чтобы увеличить набранные очки поддержки. Блюдам также присваивается кулинарный ранг. В зависимости от того, насколько хорошо они приготовлены. Чем выше раунг, тем больше очков поддержки вы получите. Ну, короче. Плюс-минус, как в оригинале. Оружие ломается меньше. Можно мне Дельгард? Нет. Ладно, давайте с Петро и с Моникой поедим. Ча, Валера, вам приготовит вкусняшки. Найс. Ну, короче, походу, еще учиться надо. Да. Привкус не совсем тот. Возможно, в следующий раз стоит попробовать что-то другое. Ну, сойдет. Этот сюрприз радует меня. Откуда ты знал, что мне это нравится? Это ты знал, что это мое любимое блюдо? Я благодарна тебе от всей души. Вот. Очки активности. Проведя время со своими союзниками, вы расходуете очки активности. Очки активности автоматически пополняются до максимума в начале новой главы. Вы также можете получить очки активности, захватывая регионы и выполняя... Оу. И выполняя... Эти... Изучение мест на военной карте. Вот это хорошо, отлично. Значит, есть смысл заниматься доп. С листами. Точнее, еще один смысл, помимо денег и лута. Да, походу, игра все-таки действительно надолго. Я думаю, мы сейчас пройдем ее за пару недель. Всю. Со всеми сюжетками. Наивно. Я поражен, что ты приготовил это необычное блюдо с такими ингредиентами и использовал такие скромные инструменты. Это будет прекрасным жестом, если ты приготовишь еду и для остальных. Обменивайся подарками с... Верными друзьями. Это довольно замечательно, не так ли? Обмениваться подарками с верными друзьями это довольно замечательно, не так ли? Если я правильно помню, ты нашел несколько безделушек на поле битвы. Возможно, ты бы мог бы подарить их кому-нибудь в качестве подарка. Да, это правда. Может, мне стоит подарить что-нибудь в Фидельгард? Так, ну, система подарков такая же. Окей. Суппорт конверссейшн или общение-поддержки. Это, по сути, прокачка сочи линков и возможность посмотреть уникальные ивенты. Кстати, вот мы с Петрой уже можем посмотреть. Но, блин, вот как же меня радует в этой игре то, что есть возможность скачать отношения не только к ГГ с персонажами, но и персонажи с персонажами. Блин, это реально прекрасно. Такое должно быть во многих играх. Так, еще чай пить. Должно открыться. Ну, Виктор, хз. Нужно, чтобы какое-то время прошло. Ну, видно, рано для линка. Привет, Валера. Чем я могу тебе помочь? О, слушайте, а тут нам пишут, что ей нравится и что нет. Так, нравится. Талантливые личности. Обсуждение исторических точек зрения и стратегий природы и красивых пейзажей. Да и не нравится. Устаревшие ценности. Гербы, крысы, цепи, плавание, потеря контроля. Это очень мило с твоей стороны. Да, прикольно. А, слушай, потом тут отмечается сердечком, что ей нравится, что нет. Отлично. 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 Ну, что ж, первый линк, ребят. Знаешь, мне кажется, я никогда не спрашивал о тебя о войне. На первый взгляд может показаться, что мы держим в руках хрупкий мир Фолдена. И разбиваем его на тысячу кусочков. Что? Сейчас пришло время для глубоких разговоров? С чего это? Просто мы никогда не обсуждали этот вопрос. И ты находишься в довольно уникальном положении среди всего. Учитываясь. Я подумала, что, возможно, ты сможешь изложить свою точку зрения на то, как посторонний человек оценивает действия, предпринятые. А, здрасте. Так. Ну, Астрон. Да. Так. Какой вариант выберем? Восхвалять империю. Критиковать империю. Стараться сохранять нейтралитет. Ребят, в смысле нейтралитет? За империю. Так. Со своими вайфу-ми я буду сам выбирать варианты. В некоторых моментах. Не во всех, но в некоторых. Сразу. Надо это озвучить, на сейк случай. Так, мы стараемся сохранить нейтралитет. Ну, не знаю. Не думаю, что я слишком сильно склоняюсь в одну или в другую сторону. Тебе нечего сказать? Совсем ничего? Ребят, посмотрите на этот взгляд. Мне это не нравится. Я не знаю. Я являюсь. Я не думаю, что я не думаю, что я не думаю, что я не думаю. Но я не думаю, что я не думаю, что я не думаю. Ну, так все происходит, когда ты наемник. Война, мир. Неважно. Мы работаем. Плюс-минус одинаково. Платишь деньги. Я вытаскиваю свой меч. Ну, думаю, это один из способов взглянуть на эту ситуацию. Все, как ты и сказала, и здесь нахожусь в уникальном положении. Это значит, что ты бы ответил по-другому, если бы не был наемником. Ну, если бы я, например, был фермером, я бы день и ночь... Я бы день и ночь преследовал тебя, чтобы прекратить войну. Я бы день и ночь преследовал тебя, чтобы прекратить войну. Конечно, ты говоришь, что собираешься принести это светлое и прекрасное будущее. Но действительно ли я должен и буду страдать годами? Или, возможно, даже десятилетиями, ожидая этого? Что-то это мне напоминает, ладно? То, что ты делаешь сейчас, так это набираешь моих рабочих, вытаптываешь мои поля и уничтожаешь мой урожай. Просто не с того... Просто это не стоит того, чтобы ждать. Но ты... Мы... ...со-рел-со-рел-со-рел-со-рел-со-рел-со-рел-со-рел-со-рел-со-рел-со-рел. Но ты знаешь, какой ущерб это наносит твоему народу? И все равно продолжаешь войну? Значит, у тебя должна быть веская причина, верно? Блин, это прекрасно. Реально, Лунар, кто ты это сказал? Да, конечно. Ты определенно не жалеешь слов. Это годы работы, как наемника, сделал для тебя таким? Или ты всегда был таким? Так, сказать, что это из-за работы, или же сказать, что просто такой ты человек? Да, так. Мнения разделились. Трое, второе, все-таки второе. Я почти уверен, что такой я человек. Видишь ли, я рос только с мамой. Мы жили в деревне, но по какой-то причине она... Но по какой-то причине она любила... Так что, думаю, это передалось мне. Именно. Я довольно быстро научился не привязываться. Так, лето. Мне было бы интересно услышать больше. Поверь мне, это не так уж и интересно, как кажется. А кто сказал, что это обязательно должно быть интересно? Неважно. Но однажды я попрошу тебе рассказать мне об этом. Ну, раз ты говоришь, просто обещай не психовать, когда поймешь, насколько я скучный, хорошо. Я что, похоже на человека, который может психовать по такому поводу? Эм, ладно. Возможно, не стоит отвечать на этот вопрос. Прекрасно. Первый сочи линк мне понравился в этой игре. Получить очки поддержки для того, чтобы углубить связь между союзниками и повысить их уровень поддержки. Когда разговоры поддержки доступны, его просмотр повысит уровень поддержки для этих единиц. Более высокий уровень поддержки приведет к благоприятным последствиям при назначении этой единицы в качестве его адъютанта в бою. Так, назначаю адъютанта, можно получить... Атакующая полоска адъютанта будет заполняться быстрее. Полоска защиты адъютанта будет заполняться быстрее. Особые приемы техники партнера будут более мощными. Уникальные способности поддержки и тактические способности будут разделяться. Нет. Слушайте. Будут разделяться. Нет уровня поддержки, не будут делиться. Уровень поддержки СИИ разделяется способности первого, второго, третьего уровня. Ну, понятно. Ну, салат, да, стоит для того, чтобы еще отношения качать между ними. Да, это определенно заняло меня какое-то время. Может быть, нам стоит отправиться на следующую битву уже. Так, ладно. Давайте на этом здесь остановимся и продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!